Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Жизнь, а не метры. И делает это филигранно и высокохудожественно, я бы сказала, с авторским подходом. И сегодня мы говорим о благоустройстве нашего дома. То есть в предыдущих программах мы говорили о том, как этим домом, собственно говоря, обзавестись. А сейчас давайте вот прям мечтать. Мечтать, мечтать. Здравствуйте, Всеволод. Здравствуйте. Ну зачем мечтать? Всё это уже есть. Можно пользоваться. Слушайте, ну давайте, да. Давайте уговорим нас, что это всё в наших руках. Хочется жить не просто в комфортном доме, а в доме с зелёным красивым двором, где было бы приятно погулять, поиграть. И с детьми, разумеется. Вроде бы это всё просто. Но в реальности таких дворов, как мы видим сейчас, да, в новостройках буквально раз-два и обчёлся. То есть банальные газоны, заборчики, скамеечки, ну ок, кустарнички, вот это вот всё. Это максимум. Как сделать двор красивым? Сколько это стоит? Насколько это вообще доступно для нас, для всех? Вообще, что такое комфортный двор в понимании легенды? Ну мы говорили в прошлых передачках о том, что это, прежде всего, безопасность, да? Да. Вот. То есть это какая-то своя территория. Вот. И в этом смысле вот мы принесли некоторую революцию на рынок 10 лет назад, когда начинали работать. Мы решили, что надо посмотреть на это по-другому. Потому что двор – это большой земельный участок, принадлежащий жителям. Вот. Он реально принадлежит жителям. Жители платят за его обслуживание, так или иначе. И не имеют права не платить. Они не могут сказать, мне неинтересно, что там растёт. Я не хочу. Они обязаны это делать. Вот. И мы подумали, что если двор такой, что в нём мне неинтересно находиться, что он весь открытый, что там, как говорится, минимально, по минимуму всё, да? У нас у девелоперов есть такое в те времена такая шутка, да? Что к тому моменту, как надо сажать деревья, деньги кончились совсем. Да, шутка грустная. Грустная шутка, да? Вот. История про недоделанные плинтуса в квартире после ремонта, да? Это ровно про это же. И вот действительно, это последняя статья была в затрат на строительство, да? Которая есть в смете большого дома. И понятно, на неё всегда не хватало денег, да? Вот. Мы решили посмотреть на это по-другому. Решили, что вспомнили свои ощущения, когда мы приезжаем к себе на дачу, да? Мы открываем калитку, переносим, значит, ногу через условную черту своей границы, и начинается моя территория. Мы ещё не дошли до дома, да? Ну вот кто-то позволяет курить у себя на участке, кто-то не позволяет. Кто-то позволяет ходить по траве, кто-то не позволяет, да? И вот мы понимаем, что мы, продавая вместе с квартирами двор, да, обязаны просто в том числе сделать его таким, чтобы люди сразу чувствовали его своим. Вот. Самый главный, так сказать, вывод и самая главная мысль, которую вы принесли за эти 10 лет на рынок, это то, что если сделано хорошо и качественно, люди с удовольствием это покупают, платят и, самое главное, сохраняют, да? То есть если всё кривое, косое, недокрашенное, недоделанное, да, то мы к этому относимся как, ну, к чему-то чужому. Оно и так, оно и так уже, штаны уже порвались. Можно рвать дальше. Да, да. Ну, да. Это, безусловно, это тактика этих разбитых окон, да, как вы не знаете. Да, и вот эта вот философия, она сразу задала всё, что дальше вот я буду рассказывать, и сразу станет понятно, почему, да? Значит, первое. Двор – это место, где люди общаются между собой, это их территория, это их дом, да? Значит, он должен быть таким, чтобы все категории могли общаться комфортно, да? Мы уже говорили, что это дети разных возрастов, для которых нужны разные детские площадки. Мы говорили, что это взрослые, которые сегодня очень популярен ЗОЖ, люди хотят двигаться, да, значит, соответственно, вся эта инфраструктура, она должна создаться. Она должна быть красивой, эстетичной, прочной, функциональной, безопасной и прочее, прочее, прочее. И самое главное, что её должно хватать, да? Стандартный норматив говорит о том, что детская площадка, если вы думаете, что это пять горок и четыре качельки, нет. Это площадь. Это просто кусок земли, который вы должны выделить под детскую площадку. И вы, как девиллопер, можете спокойно поставить там одну горку на тысячу детей. И у вас всё будет хорошо. Особенно, когда у вас уже кончились деньги. Да, 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 отлично. Поэтому у нас благоустройство – это практически защищённая статья в бюджете, которая формируется сразу с самого начала. Рассчитывается. Мы очень серьёзно к этому подходим. Да, мы живём, как и все, в рамках экономических, так сказать, моделей ограничений и прочего. И с этим очень серьёзно работаем. Мы работаем так, чтобы сохранить вот все главные принципы. Ну, то есть вы это точно не оставляете напоследок. Это вот, ну, как бы важная установка. Нет, производим-то, конечно, потом. Это понятно. Но не на то, что останется, да, на столько, сколько надо. В этом принцип. Поэтому, как бы, когда люди видят наши рендеры, картинки, да, как выглядят дворы, когда мы их вот в буклетах, на сайте, когда мы рассказываем о наших домах, да, мы гарантируем, что то, что вы видите на картинке, вы увидите потом жизнь. Вот. Для того, чтобы это, помимо вот функциональных вещей, нужно, чтобы было красиво, да. И мы хотим, чтобы дворы были зелёные. Если это дворы, расположенные на кровлях паркингов, да, вот, собственно, на подземной парковке, там, если вовремя и интегрировать то, что растёт сверху, с тем, на чём оно растёт, на бетоне, то тогда получается только немножко травки и жиденькие кустики, потому что, ну, деревья из бетона не растут. Понятно, конечно. Вот. И вот эта вот комплексная работа сразу с благоустройством, да, вот, позволяет нам, собственно, в любой комбинации делать хорошие дворы с хорошей зеленью. Ну, смотрите, вот это принципиально другой подход. Вот. Я просто, извините, я хочу, чтобы мы как можно больше, да, вместили в наш разговор, поэтому поехали дальше. Если мы говорим о деревьях, очень часто люди говорят, почему у меня не яблоневый сад во дворе, почему у меня не дубовая роща, или там, не берёзовая роща, почему вы не засаживаете как раз деревьями, о которых вы говорите? Ну, смотрите, мы же говорим, что двор – это очень такая квинтэссенция, на самом деле, всего, да. По нему должна ездить пожарная машина, да, потому что когда, не дай бог, что называется, да, случилось, да, дубовая роща просто не позволит спасти вас с вашего, там, 15-го этажа. Ну, хорошо. Можно олейку сделать в дубовой рощи. Деревьев хочется много. Ну, смотрите, давайте немножко с другой стороны об этом поговорим, да. Значит, городская среда для, так сказать, зелени, она достаточно агрессивна, да, то есть это не лес, да, где есть, так сказать, вот всё, что нужно для того, чтобы эта зелень была пышной. Соответственно, первое – это специальные породы деревьев, да, то есть они специально выращивают в специальных питомниках. Нельзя выкопать ёлку в ближайшем роще. Или посадить развесистый дуб. Да, мы все видим, как это выглядит, когда это пытаются делать, оно не живёт. Это очень профессионально подготовленные деревья, у них формируют специальную корневую систему, с тем, чтобы они могли расти в этих условиях и развиваться. Мы оцениваем, насколько эти деревья вырастут, да, потому что 20-метровая ель посреди, так сказать, городского двора – это на самом деле проблема, потому что потом её надо уронить, потому что она упадёт. Она стопудово упадёт, потому что она не может расти на том, что у неё есть, понимаете, да? То есть это просто как бы история про то, что мы привлекаем профессиональные компании, которые профессионально занимаются зеленением. Вот, это на самом деле рациональный подход. Они учитывают, где эти деревья будут, сколько у них почвы, какая это должна быть почва, насколько их надо будет кормить, подкармливать, чтобы у них были все вещества для развития. Мы учитываем, как они цветут, да, потому что как бы на рендерах мы очень часто видим, цветёт всё одновременно, вообще всё – луговые травы, цветы, деревья, сакура. Вот сакуру мы очень любим, это потрясающее дерево, и всё это вместе. И профессиональные, ландшафтные, так сказать, компании очень, это очень, они говорят, это смешно, так не бывает. И всё это из бетона. Сказки дядюшки Римуса. Да, да, при этом мы же живём не в Средиземном море, да, и, так сказать, не в тропическом климате, где светёт всё круглый год, да. Вот, у нас очень уныло, серо, 9 месяцев зима вместо фиников морожка, и прочее прочее, да. В общем, да, это называется разумный и рациональный подход к красоте. Скажите мне, пожалуйста. Мы используем много хвойников, например, а сейчас закончу уже, да, мы используем много хвойников с тем, чтобы зимой двор не выглядел уныло, чтобы было, была зелень, да. Мы учитываем, как падает свет, где есть теневые зоны и нет солнца во дворе, где оно есть, какие растения, просто есть растения, которые нормально живут в тени, и плохо живут на солнце, и наоборот. И вот это всё вместе надо собрать, и тогда вот получается хороший, зелёный, благоустроенный, красивый двор. Слушайте, всё, вот у нас на самом деле минута остаётся. Мы говорим о потрясающих совершенно вещах и красоте, это полдела её сделать, а сохранить-то её как в дальнейшем? Её надо обслуживать, безусловно, и обслуживать нужно профессионально, да, то есть вот, например, городской норматив как бы предполагает примерно 15 кошений газона за сезон. Вот, то есть вот в сезон кошения город косит траву 15 раз, да? Вот, это считается нормой, и ого, да, кажется уже. А для того, чтобы газон выглядел красиво, его надо косить от 25 до 30 раз в сезон, для того, чтобы травушка была такая вот изобрудненькая, плотненькая и вся такая причёсанная. Его надо аэрировать, его надо пропалывать, и его надо, за ним надо реально ухаживать и подкармливать. И вы всё это делаете с вашими дворами? Да, мы всё это делаем с нашими дворами. У нас есть гарантийный период подрядчика, который делает нам ландшафт, потому что мы все знаем, что деревья посаженные всё равно умрут какие-то. Это естественный процесс, кто-то не выживет. И в течение двух лет компания-подрядчик, которая, собственно, делала нам ландшафтный дизайн, она в течение двух лет высаживает и заменяет растения, доращивает их, что называется, до проектной кондиции. То есть мы прогнозируем, как это будет выглядеть через три года, и они должны её дорастить. И после этого профессионально обслуживает целой бригадой, приезжает семь человек, которые обслуживают двор регулярно. Слушайте, ну смотрите, благоустройство, казалось бы, это совсем не так просто. Красота, мягко говоря, требует жертв. Всеволод Глазунов, директор маркетинговой лаборатории компании «Легенда». Спасибо вам большое. До встречи. Пожалуйста, будьте здоровы. До свидания. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова